Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Живём вместе чуть больше восьми лет. Не расписаны, детей нет. Мне кажется, что мой мужчина не ценит меня, не дорожит, но ему всё равно на мои чувства. Я не должна безмолвно выполнять домашние обязанности. Мыть к моему из квартиры, готовить вкусности и выполнять желания его мамы. Она в возрасте. Если проявляю недовольство, становлюсь плохой, моё мнение никого не интересует, всем только должно. Ему не хочется проводить время вместе вдвоём, хочется лежать дома выпивать по выходным. Мне это становится всё было неприятно. Хочу элементарно съездить на прогулку, интеллектуальный фильм посмотреть. Любовь прошла или наскучила просто. Но не могу я мило улыбаться, когда не обращают внимания на меня как на женщину. По приходу с работы говорят, что ты должна делать именно сейчас, а то мама начнёт всё делать сама. Смотрите, безусловно, говорить о том, прошла любовь или нет, здесь, на мой взгляд, неуместно. Потому что, как бы, может быть, её и не было, может быть, её и не было. Вот. Потому что вы, ну, в этом смысле, с мужчиной, как бы, даже не расписаны. В этом смысле вы не являетесь мужем и женой. И, соответственно, у этого есть какие-то основания. Вот. Так же очевидно, что вы разные. То есть у вас мало общего. Так же очевидно, что у вас были какие-то надежды, ожидания на то, что человек изменится. У вас были ожидания и надежды на то, что человек поменяется. Ну, по-другому будут относиться очевидно, но вот, хотя этого не произошло. И в определённый момент, как бы, ну, ваша надежда, она просто начала уходить, расцепаться. Вот. Я думаю, что ключевая проблема здесь заключается в том, что, несмотря на то, что вам неприятно, это всё, и несмотря на то, что вы позиционируете себя как человека более интеллектуального, как человек, который, ну, может, скажем так, больше, чем то, что фактически делает сейчас, вы как-то оказались в таком положении. Вы оказались в такой ситуации. Вы оказались в ситуации, где вы зависимы, где вы должны. И, на мой взгляд, это не случайно. В такой ситуации может оказаться человек, который изначально себя обесценивает. И вы, скорее всего, получаете к себе ровно то отношение, которое у вас есть к себе. Вы как будто бы ждёте, что вам разрешат. Вы как будто бы ждёте, что мама или... Мама мужа или сам муж изменятся будут вести себя по-другому. Но вы не уделяете внимания себе. И это ведь формировалось не за один день, не за одну неделю. Это формировалось гораздо дольше. И формировалось это благодаря вашей модели поведения. Сейчас, сейчас вы говорите о следствии, сейчас вы говорите о том, что вот я пришла вот к этому, мне это не нравится. Но это не произошло просто так. Это не возникло на пустом месте. Это результат вследствие вашей ответственности, ваших действий, вашего выбора. Который вы, судя по всему, до сих пор не замечаете. Вы не видите это, вы не обращаете на это внимание. А вы просто говорите о том, что ну, простая любовь наскучила. Вот. Нет. Дело не в любви и не в том, наскучили вы или нет. Дело в том, что вы ставили и ставите себя в такое положение. Да, сейчас вам неприятно. Да, сейчас недовольство растет. Да, это все верно. Но это следствие. Первоначальное дело в вашей самооценке. И если вы хотите ситуацию исправить. Вот у меня такая штука, вы говорите, помогите разобраться в ситуации. Да? Вы говорите, я сама разобраться в ситуации не могу. Ситуация заключается в том, что и далее вы перечисляете по пунктам. То, что вам не нравится. При этом возникает вопрос, а как вы с этим человеком вообще вместо начали быть? Почему вы с ним живете? Как вы просили с него смолять? Что между вами общего и так далее? Как бы ничего этого нет. То есть, грубо говоря, вы показали только одну сторону. Грубо говоря, вы пожаловали. И ваш вопрос, прошла ли любовь, это больше именно про жалость. Ну вот к себе. И понимаете, как бы в жалости ничего плохого нет. Ну, как таковой. Вы себя жалеете, это, ну, в данном случае нормально, что вы себя жалеете, я не вижу в этом ничего плохого. Просто, на мой взгляд, нужно идти дальше. Нужно идти дальше и идти дальше в жалость к любви. К себе. К ценности. Вот вы говорите, что мой мужчина не ценит меня. А вы себя цените. Не дорожите. А вы с собой дорожите. Ему все равно на мои чувства. А вам на свои чувства как? То есть, понимаете, как бы вы окружили себя теми людьми, которые вас не ценят, не дорожат и так далее. Но случайно ли? Вы говорите, меня не воспринимают, не обращают внимания на меня, как на женщину. Ну хорошо. А вы ведете себя как женщина? А какая вы женщина? А тот ли рядом с вами мужчина, который способен оценить то, какая вы женщина? Понимаете? Так получается, что как бы все, чего вы хотите, должно у вас быть как компенсация за то, что вы, ну, делаете все по дому. У меня, например, сложилось такое впечатление, что вы не занимаетесь самореализацией. И нет, в этом нет ничего такого, вы не обязаны, но вы же говорите, что вас не ценят. То есть, вы чувствуете себя не ценной. А реализация – это один из способов почувствовать себя ценной. Ну, если мы так ставим вопрос. А у вас, вот, ну, как бы, вот как с этим обстоят дела? Понимаете, да? Какая штука? И вот это все вопросы, на которые нужно найти ответы. А сейчас их нет. Но при этом вы говорите, что вот прошла ли любовь. Ну, можно, можно погадать, прошла ли любовь или не прошла любовь. А можно просто взять и начать, на мой взгляд, просто что-то делать со своей жизнью. Можно взять и начать, как бы, самостоятельно, ну, своей жизнью управлять. Вот. А не, как сейчас вы это делаете, как бы, надеясь на то, что вас, вот, услышат, надеясь на то, что к вам, ну, прислушиваются, да, и так далее. Ну, а что будет, если… что будет, если к вам не прислушиваться? Что будет, если вас не услышат? Что в таком случае-то будет? Вот в чем вопрос. Понимаете? То есть вы говорите о зависимости. Ну, сейчас. Вы говорите сейчас о зависимости. Ну, своей зависимости. Вот. А это фактически. Но номинально вы говорите о том, что прошла любовь. И номинально вы хотите в ситуации разобраться. Это, к сожалению, классическая модель человека, модель поведения человека, который боится перемен. Ну, вот, только на словах рассуждать, что вот, ну, как бы, что что-то неприятно, на словах рассуждать, что что-то не устраивает. На словах рассуждать, что что-то не нравится. Вот. А, ну, фактически, фактически ничего не делает того, чтобы изменить. Точнее, как бы, определять претензии только, ну, вот, тому, кто рядом. Не самое, честно говоря, перспективное занятие. Итак. Что нужно сделать? Во-первых, нужно вам спросить, кто я сама вообще по себе. Как я себя вообще вижу сама, ну, само по себе. Вот. Какой я себя вижу? Как я себя вижу? Вы говорите, там, про модель женского поведения, что меня не ценят как женщина и так далее. Какая я женщина? То есть, то есть вам необходимо брать свою жизнь в свои руки. Вот. Интеллектуальный фильм? Прекрасно. Почему ваш муж не может смотреть свой фильм, который интересен ему, а вы свой фильм, который интересен вас? А может быть, тогда будет очевидно, что вас ничего не связывает? Может быть, тогда будет очевидно, что как-то вот не очень понятно, зачем и для чего вы вместе? Может быть, тогда будет очевидно, что вы легко и без мужа можете жить. Но, скорее всего, вы находитесь от него в финансовой зависимости. Здесь очень полезно изучить тему созависимости или эмоциональной зависимости, как иногда это, ну, называлось. То есть, тут могут быть разные моменты. Вот. Ну, в целом, в принципе, это всё про, про одно и то же. Про невозможность человека, вот, самому, да, двигаться, идти по жизни. И про его нуждаемость в другом человеке, как в опоре, с одной стороны, и обретение, таким образом, чего-то вроде, ну, чего-то наподобие контрола. Вот. То есть, это, к сожалению, вот, скажем так, та реальность, в которой находится созависимый человек. Вот. Я не буду скрывать от вас ничего и скажу, что из созависимости довольно длительное время люди выходят. То есть, это не такая история, который, вот, проблему понял, проблему, там, грубо говоря, принял, да, и всё решилось. Нет. Это такая история, где, эээ, человек, эээ, привык так жить. Человек, человек не может по-другому жить. Человек может быть и рад быть, но не может. Боится ему страшно, он не знает как, эээ, и так далее. Довольно мощная присутствует обесценивающая тенденция. То есть, человек сам себя обесценивает. Эээ, скорее всего, скорее всего, все эти элементы, эээ, присутствуют у вас. Скорее всего. Я не знаю, это только моё предположение, но, скорее всего, у вас все эти элементы имеют место быть. И, соответственно, с этими элементами необходимо взаимодействовать. Эээ, необходимо работать с личными границами. Необходимо работать с вашими чувствами. Эээ, необходимо учиться брать ответственность за себя, за свои чувства, за свои желания, за свой выбор, свои поступки. Ну, вот. Это очень важный момент. Если мы говорим, ну, условно, условно о том, чтобы, эээ, ну, ситуацию на самом деле выправлять. Именно на самом деле. А не, эээ, вот, эээ, в рамках, эээ, гадания и так далее. Вот. То есть, иными словами, если вы готовы свою жизнь менять, если вы готовы, эээ, ну, меняться сами, то вам нужно выбирать психолога и начинать доработать, разбираться в своей жизни и работать. Если вы готовы, эээ, менять свою жизнь. Эээ, очень часто, не всегда, но часто бывает так, что вслед за, эээ, человеком, который меняет жизнь, меняется и поведение того, кто его окружает. Не всегда и не сразу, но такое бывает. Вот. Поэтому говорить о разводе, эээ, сейчас, ну, на мой взгляд, совершенно вообще не, ээээ, не целесообразно. Вот. Потому что, в принципе, всё можно, как говорится, ещё решить. В конце концов, вы же выбрали этого человека. Вот. Но сейчас главный вопрос, который к вам, это именно, так, а, вот, ну, вы же его сами выбрали. Вот. Понимаете, какая история? То есть, вот сейчас, какой, какой главный вопрос. Вот на это, эээ, делается сейчас основной акцент. Понимаете? А, вы позиционируете, эээ, ну, вот, вы представляете, точнее, эээ, всё так, как будто, эээ, вот, это вы, в данном случае, жертва, и ваш муж такой, вот, он, эээ, плохой, да, и так далее. Ну, безусловно, эээ, человек не идеален. Это, эээ, эээ, само собой. Само собой. Люди не идеальны. Но, и никто не идеален в этом смысле. Вряд ли есть идеальные люди. Вряд ли мы найдём, эээ, идеальных людей, идеальных мужчин или женщин. Я думаю, что и вы не идеальны в какой-то степени тоже. Вот. Но это ли важно? На мой взгляд, нет. Поэтому сейчас, сейчас, эээ, вы очень много говорите, конечно, про, эээ, свои обиды. Сейчас вы говорите очень много про, эээ, ну, может быть, эээ, вот, про, эээ, свою разочарованность, допустим, эээ, мужем. Или, эээ, вы говорите про, эээ, свою разочарованность, там, ну, условно, да, эээ, мамы, мужа и прочее. Вот. Но говорить нужно о вас. Говорить необходимо о себе. О том, куда я хочу, хочу двигаться. О том, чего я хочу. В какую сторону я хочу идти. А вот у эээ, этого, как правило, там, у людей, эээ, зависимых, у людей созависимых, у этих, этого нет. Не знают люди, куда они хотят идти. Не знают люди, кто они без, вот, эээ, ну, без, эээ, тех, кто их, ээээ, без тех, кто их окружает. Вот. Люди этого не знают. Понимаете? В чём штука. И вот самый главный страх, он вот в том, эээ, он вот в том и заключается. Самый главный страх, он в том и состоит. Что. Что. Ну, без тебя то я кто, вообще? Без тебя то я какая? Вот, эти на меня не обращаешь внимание, как на... внимание, как на женщину? Всё? Я не понимаю какая я? Ты на меня не обращаешь внимание, как на женщину. Всё? Я... эээ, теряюсь. Ты на меня не обращаешь внимания, как на женщину, всё, я не знаю, может быть, я какая-то плохая, может быть, со мной что-то не так, может быть, я, там, ну, странная какая-то, вот. Понимаете, да, в чём штуку? И вот это всё необходимо корректировать. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам интересен, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и позволит сформировать базовые постулаты для психотерапии, которые вам необходимы. Спасибо. 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 Спасибо.